Свободу политзаключенным. С таким лозунгом крымские татары вышли на пикет к админгранице с оккупированным Крымом. С помощью акции хотели привлечь внимание мирового сообщества к нарушению прав человека в оккупированном Крыму. Енина Лебедева слышала требования митингующих. Около полусотни активистов отправляются колонной до самого пункта пропуска. В руках люди держат портреты политзаключенных, убитых и похищенных в оккупационном Крыму. Одна из участниц акции Лариса в руках держит фото своего сына Тимура. Последний раз он вышел на связь из Симферополя в мае 2014-го. Исчезновение сына женщина связывает с проукраинской позицией. Он помогал военным, которых блокировали зеленые человечки. Всячески способствовал тому, чтобы сохранить Украину, но силы наших ребят были недостаточны. И он был все время на виду, а сама оборона вела и видеонаблюдения собирали, и фотофакты, и видеофакты. И вот в мае месяце, когда приехали с России следователи ФСБ зачищать Крым от неугодных, готовиться к курортному сезону, вот в этот период пропал наш Тимур. Мы с ним в последний раз разговаривали 26 мая, на следующий день после выборов. Больше мы своего сына не слышали ни по телефону, ни вживую. И с тех пор ничего о нем не знаем. Организаторы акции подытожили. С момента оккупации Крыма 11 человек были убиты, и 15 активистов пропали без вести. Тех, кто подпадает под статус политзаключенных – 38 человек. Мы здесь, потому что как раз-таки за этим шлагбаумом находится территория бесправия. Мы называем сегодня Крым территорией бесправия, потому что сразу же после оккупации Крыма мы видим, как систематически проводятся нарушения прав человека, проводятся репрессии в отношении к жителям Крыма и репрессии в отношении крымско-татарского народа. Участники акции обращаются к руководству Кремля и требуют освободить политических узников. Верните отцов детям! Верните отцов детям! Верните отцов детям! Верните отцов детям! Почему прошли? Потому что должны быть тут. Как мы можем не пройти? Обязаны пройти. Там люди страдают, людей выкрадают, замучивают. Организаторы акции объясняют, их главная цель – привлечь внимание мирового сообщества к проблеме защиты прав жителей в оккупированном Крыму.